Здравствуйте! Я рада вас всех видеть и слышать на канале Мамины Истории. Сегодня я хочу вам рассказать историю одной моей сотрудницы бывшей. Она никогда ничего о себе не рассказывала. Мы знали только, что семьи у нее нет. А еще мы знали то, что всякое бывает на работе. Кто-то женится, кто-то умирает. И везде, как говорят, мы сотрудники, первые гости. И вот однажды так случилось, что у нас умер старый, старый наш бывший сотрудник. Он даже уже не работал, пенсионер. И нам сказали, чтобы наши представители пошли на похороны. Ну вот и указали, пойдешь ты и Люся. Люся сразу и руками, и ногами. Нет, я ни за что не пойду на похороны. Ну, пошла другая женщина. Потом как-то она пришла ко мне в гости, и я попросила ее, Люся, расскажи мне свой секрет. Почему ты никогда не хочешь, ну, вместе там куда-то пойти, если горе в кого-то случится, так сказать, вместе пойти на похороны с коллективом? И она мне рассказала такую свою историю. Говорит, еще будучи студенткой когда-то, она познакомилась с парнем. Звали его Миша. Говорит, мы встречались с ним. Уже, как говорят, дело к свадьбе шло. Вот. И вот однажды вечером он мне позвонил и говорит, слушай, давай пойдем прогуляемся. Ну, говорит, я говорю, давай, согласилась. А он, а куда? Люся, говорит, я засмеялась и ответила ему, ну, куда? Ну, давай на кладбище сходим. Он тоже засмеялся и говорит, ну, давай сходим. Вот. Он заехал, говорит, ко мне. Мы сели, чай попили, покушали, немножко поболтали, пошутили, посмеялись. А потом уже где-то было 8 часов вечера, уже начало как бы темнеть, и мы решили поехать, так сказать, на эту прогулку. Вот. Он мне сказал, ты оденься во что-то темненькое. Я одела, говорит, темный такой костюмчик, и мы поехали. Хотя мне, говорит, очень не хотелось туда ехать, и вообще я по своей природе трусиха, но если уж я сама это предложила, если, ну, он согласился, не могла же я совсем уже в его глазах выглядеть плохо и трусливо. Вот. И мы пошли. Я бы, говорит, даже в машину не села. Я стояла возле той машины, но он открыл двери, и что ж, мне пришлось сесть. Ехали до кладбища молча, говорит, я ни слова не говорила. Когда приехали, я, говорит, как прикипела к этому сиденью, и не хотела оттуда выходить. Но, говорит, он по-джельтменски обошел машину, открыл дверь и подал мне руку, и вот этот джельтменский его жест заставил меня выйти из машины. И мы пошли. Зашли, говорит, на кладбище идем. Могилы, могилы кругом мне жутко, меня прям трясет. Он, я, говорит, взяла его за руку, а у него рука такая холодная и какая-то неживая. Я посмотрела на него, а он, вот я вижу, что это Миша, но это не Миша, это кто-то другой, кто-то мертвый. Вот, мне, говорит, все затрясло, но все равно иду дальше, держу марку. И мы уже далековато прошли. Вот идем и молчим, просто, говорит, тупо молчим, никому ничего не говорим. И так, говорит, далековато уже зашли. Я опять на него посмотрела и опять увидела пустоту, светящуюся пустоту какую-то вместо него. Вот, но когда я вытернула руку из его руки и глянула на него, то он, вроде бы, это был уже обычный, живой Миша. Еще немного прошли, и он говорит, знаешь что, давай возвращаться. И мы так уже быстренько, быстренько, быстренько пошли назад. Ему, наверное, и самому уже там страшно стало. Вот, пришли к машине, меня всю трясло. Я села в машину, и мне так было холодно, говорит, что я попросила среди лета, представьте, включить печку. Вот. Мы поехали, слава Богу, машина завелась, говорит, сразу. Мы ехали, и он говорит, что поедем, в город поедем другой дорогой. Но, говорит, мне уже в это время было все равно, какой дорогой ехать, лишь бы быстрее домой. А он, говорит, вот молча едет. Я глянула на него. Опять, говорит, немой Миша, вроде вот какая-то тень его, и все. А скорость наращивает, наращивает. Я его прошу, что не надо, не надо, давай, поубав скорость. А он как не слышит меня. И вот уже на последнем повороте, где нам заезжать в город, вдруг на нас вылетает какая-то большая машина. И все. И дальше, говорит, ничего не помню. Очнулась уже в больнице, в реанимации. Но самое, говорит, плохое в этой истории то было, что Миша в этой аварии погиб. И мне так, говорит, было больно, и так было обидно, что я даже на его похоронах не смогла побывать. И с тех пор, я, говорит, не могу ходить на кладбище, не могу. И с тех пор я ни с кем не встречалась, я не выходила замуж. Вот, вот какая бы, то вроде как мистическая такая история. А вы верите в это, что такое может быть? И так до сих пор она одна живет. Ну вот и все. Вот ставьте свои лайки, подписывайтесь, пишите. До новых встреч!